Привет, дорогие сплетики! Добро пожаловать обратно на мой канал! Меня зовут Антон Эс, и на этом канале мы пьем очень много кофе, а еще мы очень много сплетничаем. Только что, буквально несколько видео назад, мы говорили о том, что Рэббел Уилсон и ее девушка собираются пожениться. Рэббел Уилсон — это австралийская голливудская звезда. Мы говорили о том, что она просто, как она похудела, выглядит она. Мне она совсем не нравится, когда она похудела. Некоторым людям идет полнота. Поэтому здесь не про бодипозитив, а про чисто внешнее восприятие человека. И что бы вы думали, дорогие мои пташки, как же я вам всем благодарен. Кто такие пташки? Это вы сплетники, которые прилетаете в директ моего инстаграма. Кстати, обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, в директе постоянно общаемся, в директ постоянно обмениваемся информацией. Я вам очень благодарен за все, что вы мне шлете. И вот вам, пожалуйста, информация от пташки, от моей, ну не зёма, но соседушка любимая из Латвии. Значит, Рэббл Уилсон, её девушка собирается пожениться. А девушка Рэббл Уилсон, это 40-летняя Рамона Агрума. И вот что, пожалуйста, вам пишут мне пташки из Риги. Приветики Рамона из Риги. Знала её лично сама, я тоже из Риги. Когда-то вместе с ней тусили бывшая тусовщица. Если я не ошибаюсь, то она вот тоже моя ровесница. Латышечка. Посмотрела твой выпуск и сразу её узнала. Но раньше она не была по девушкам, она раньше не была лесбиянкой. Родители очень состоятельные. Она потом уехала из Латвии за границу. Ну, не помню точно куда. Точно куда. Теперь мы точно знаем, где она. Она в одной постели с Рэббл Уилсон. И что самое интересное, напишут мне дальше. Ну, вот они, дети богатых, заряженных родителей. Любила она очень сильно. Беленькая. Тусила по полной. И вот сейчас, пожалуйста, вам, дорогие мои, Рамона огромно остепенила. Я не знаю, насколько она остепенилась. И когда мы говорим про любителей этого самого, то всегда хорошие вопросы. Как легко люди слазят от этого. Да, я знаю, у меня огромное количество моих знакомых, которые сидят на этом. Они продуктивные люди. Никак не влияет это на их продуктивность. Для меня продуктивность это всегда показатель. Хотя, опять же, знаете, функциональный алкоголик. Встречайте и жалуйте. Функциональный алкоголик. Да, я пытаюсь держать своих демонов. Но вопрос сейчас не про меня. О, Господи. Каждая новость про меня любимого. Рамона Агрума оказывается у нас из Латвии. Так всегда прикольно мне смотреть и думать на ту ситуацию, что наши с вами, друзья, наши с вами знакомые соседи или прямо такие земочки, с кем мы тусили хорошо в Риге, в Таллине или в Вильнюсе, сейчас ублажают тело. Рэбл Уилсон. Я рад за обоих. За обеих, наверное, правильно говорить. И вот, тем не менее, вот такая вот мини-информация. Ну, очень интересная. Вот они как, выходцы под совка. Везде пролезут, всех полюбят и за всех выскочат замуж. Поздравляю. В любом случае, Рэбл Уилсон и Рамону Агруму. Ну, это просто, конечно, бомбическая информация. Обожаю. Дорогие мои сплетники, пожалуйста, не скупитесь на лайки, не скупитесь на комментарии. Повторюсь, я слышал такую вообще вот слухи. Ну, я не знаю, правда они или нет. Давайте проверим. Я слышал, что лайки, они абсолютно бесплатны. Поэтому не скупитесь на лайки. Не скупитесь на комментарии. Огромное благодарность всем, кто уделяет секунду этому. Потому что это очень помогает нашему комьюнити. Это очень помогает продвижению наших роликов. Это сложное для нас время. И огромное благодарность всем, кто шлет нам мини-донаты через суперспасибо. Всем огромное благодарность, кто становится спонсором на этом канале. Начиная с двух долларов месячная подписка. Ребят, очень сложно сейчас с деньгами. Но именно благодаря вашей поддержке видео выходят на этом канале каждый день. Не скупитесь на лайки. Сейчас зря я этих футок покупаю. Ну и вот, пожалуйста, сейчас все, просто все говорят о вкусной точке. Это новый Макдональдс, вернее, ребрендинг был Макдональдса в России. Назвали теперь точки быстрого питания. Быстрая точка. Вкусная точка, да. И вот пишет мне одна скрестница под одним из моих прошлых видео. Цитата. Крутой логотип, крутой минимализм в тренде. Точка и две наклонные палочки. То есть очень символично и современно для фразы вкусная точка. Куда точнее, Антон Нурили. Ну окей, Зай, я услышал твои аргументы. Я понял тебя как любитель минимализма. Я хоть и не минималист... Боже мой, что с моим ртом. Я хоть и не минималист сам, но я обожаю красивый, качественный минимализм. И это дорогого стоит. Это, знаете, сложнее сделать красивый минимализм, чем сложный артистический беспорядок. Говорим немножко про минимализм, дорогие мои. Вот, пожалуйста, вам Матас Микс. Матас Микс это португальская компания, которая производит корм для животных. И если вы мне говорите про качественный минимализм, который никто никогда раньше не видел. И вот, вкусная точка теперь адаптировали этот самый логотип. Они сделали революцию минимализм. Нет, нет, все это украдено. Назовем это лякла словом. Все это украдено. Один в один буквально. Единственное, что палочки повернуты не в ту сторону. Матас Микс это корм для животных. И теперь у них такой же логотип, как, вернее, у вкусная точка. Такой же логотип, как у корма для животных из Португалии. Ну и, конечно, привет сети отелей Мариот. Вы знаете, ребят, я верю, я искренне верю, что можно было создать что-то уникальное. Потому что, когда мы обсуждали вкусная точка, радостно. Блин, весело это. Господи, сколько ж названий-то нелепых у этой компании. Весело и вкусно. И вот тогда был логотип улыбки. Мы говорили вот про этот набор. И вы знаете, что самое интересное? На самом деле, компания, которая сделала дизайн первого, весело и точка, и вкусно. Сейчас вам наговорю. И теперь вкусно и точка. Это одна и та же дизайнерская компания. Графические дизайнеры из одной и той же компании. Ну вот согласились они на вкусно и точка. По мне, так вот эта вот улыбка, она бы смотрелась более оригинально. Хотя, конечно, немножко на Амазон смахивает. Ну не смахивает на Амазон. А вот Matos Mix и вкусная точка, ну это прям один в один. Вы знаете, я понимаю, не украли, а вдохновились. А может все-таки укрались, да? Потому что, ну не верю я, что прям настолько похоже все. И для меня это все что угодно. Но это не выглядит как точка быстрого питания. Если вы посмотрите на точки быстрого питания, в принципе, на планете, все все равно уходит немножко к ретро. Потому что все эти компании были созданы очень давно. И поэтому такой отброс небольшой к ностальгическому ретро прослеживается очень сильно в логотипах. А вот на данный момент выглядит немножко, знаете, так по-болгарски. А когда ты начинаешь вот немножечко копать, все паблики вчера в телеграм-каналах сообщили, что это вылитый просто Matos Mix. И вот вам, пожалуйста, живите с этой информацией. Даже украсть красиво не могут. Скучные тона, некрасивые, не вызывающие аппетита, не вызывающие желания зайти в это все. Ну и вот, пожалуйста, смотрим, дорогие мои, как выглядит меню во вкусно и точка. Оранжевое, белое, черное. Я не буду называть название этой компании. Но скажите, удивите меня, на что похоже цветовая гамма, когда мы говорим про вкусно и точка из России. Ну такой, знаете, немножечко взрослый контент. Ах, печально, печально, что не смогли даже здесь вытащить что-то оригинальное. Я понимаю, что это было сделано все на коленке. Я понимаю, это было сделано в очень краткие сроки. Ну неужели нет правильных пиарчиков? Ну неужели нет действительно правильных профессионалов графических? О чем я говорю? Просто принимают решение те, кто платят. А выбрали они бело-черно-оранжевый фон для меню. Отброс привет всем, кто любит передернуть. Ушки красные, хорошо под шапочкой не видно. Ну и, конечно, корм для животных. Такой, знаете, немножечко, как сказать. Ну не плевок, нет. Говорит о непрофессионализме и отсутствии вкуса. Тех, кто заказывает этот самый сабантуй. Интересно послушать ваше мнение. Давайте пообщаемся в комментариях. И вот, пожалуйста, вам Лин Спирс, это мать Бритни Спирс, наконец-то прокомментировала замужество своей дочери. Ты выглядишь светящейся. Radiant. Your wedding is a dream. Твоя свадьба, это свадьба мечты. И делаю эту свадьбу в своем доме. Это так сентиментально и особенно. Я так рада и счастлива за тебя. Лин Спирс поздравила, значит, дочь со свадьбой. И, знаете, выходит на контакт. Такое, знаете, оно позитивное, это все сообщение. Как будто не было этой 13-летней опеки против воли, поп-звезды. Брит сама не устает проклинать своих же родственников, потому что они испортили ей всю ее жизнь. Бритни Спирс огромный профессионал. Бритни Спирс это огромный трудоголик. Я верю, что в становлении Бритни Спирс родители приложили свою руку. И они создали, они помогли талант Бритни Спирс пойти в правильном направлении. Ну, зная, какой ценой было достигнуто это все, конечно, мурашки по коже. Буквально на днях я смотрел сериал на Netflix. Netflix называется что-то про поп. То есть там про иконические поп-песни, которые перевернули полностью мышление всей планеты, которые задали тренд, которые были тем переворотным камнем преткновения, после которого поп-музыка и вообще шоу-бизнес изменился навсегда. Есть такое, там серия называлась Стокгольмский синдром и говорилось о великолепных продюсерах из Швеции. И как Швеция стала одним из крупнейших экспортеров качественной поп-музыки, с кем они только не работали. И вот ребята из Стокгольма, известнейшие, одни из крупнейших продюсеров на планете, говорили, что Бритни Спирс приезжала в Стокгольм, записывала она ее первый хит, самый первый хит, знаете, о чем я говорю. И они говорили, что великолепнейший профессионал, который способен был работать и днем, и ночью, часами находясь в студии, записывая правильное звучание своей песни. И вы знаете, ужасно. И это ужасно и замечательно. Это как семейство Джексон, когда отец вымуштровал всех, абсолютно всех своих детей, сделав из них, из всех, от Латои до Дженет, до самих братьев Джексон. Ну и, конечно, просто легенда, легенда, которую сложно переплюнуть, это сам Майкл Джексон. Но какой ценой вот этот вот успех был достигнут, какими сломанными жизнями, каким сломанным детством это было все достигнуто, это, конечно, ужасно. И вот смотришь сейчас, когда мамочка нарисовалась, да, а где ты, мамочка, была в сети 13 лет, когда дочь была под полнейшим безумным контролем, вплоть до спирали внутри Бритни Спирс, вплоть до полнейшем контроле телефонных звонков, встреч, и тем не менее Бритни Спирс умудрилась сойти с ума. И то, что вы с ней сделали, вы, конечно, сломали ее жизнь. Вы знаете, здесь сложно благодарить родителей. Нет, благодарить здесь никогда в жизни нельзя таких родителей. И вот сейчас, когда у дочи все нормально, доча, в принципе, отошла от шоу-бизнеса, потому что семь поколений вперед Бритни Спирс заработала своим тяжелым трудом. И вот здесь мамочки начинают возникать. Доча, я так за тебя рада. Какие же вы, черт возьми, матери, да? У меня сразу приходят вот в мою голову мать Дани Милохина. Вот эти все матери-кукушки, которым было плевать на своих детей, или бросали их, когда из них ничего не стало, или когда вот просто ломали их жизни, когда они были рядом. А вот теперь, когда дочи, сыночки сами по себе и самодостаточные люди, вот здесь мы. Я так рада за тебя. Отвратительно. Это просто отвратительно. Интересно послушать ваше мнение. В общем, ваше отношение с родителями. Насколько родители играют, какую бы то ни была роль в вашей жизни, если они никогда не играли, а сейчас вы чего-то достигли, появились ли они на горизонте? Или вот так вот был полный контроль, и вот только-только избавились. Знаете, вот родители, вот с родителями, чтобы тебе повезло, это тоже огромная лотерея, на самом деле. И смотришь на такое, и немножко такой грязь, грязь. Самая настоящая грязь. Интересно послушать ваше мнение. Давайте пообщаемся в комментариях. Пишет мне Пташка в мой Телеграм. Антон, привет. Есть одна группа, я сейчас точно не знаю, наверное, в Телеграме. Очень закрытая группа, где сидят очень заряженные девчонки. И сама группа была философия группы. Создать эту самую группу, чтобы дамы, которые состоялись, дамы, которые обеспечены, общались между собой, делились своими мыслями. Знаете, такой клуб по интересам онлайн. И вот пишет она, чтобы эту самую группу, Анна Калашникова пишет. Следующее. Ребята, всем привет. У меня сегодня день варенья. Очень важный день для активации энергии богатства и финансового благополучия. Поддержите, пожалуйста. Вот это самый скрин. Обрезан телефонный номер Анны Калашниковой. Я говорю, это Анна Калашникова. Я говорю, да, 100%. То есть человек, группа закрытая, группа небольшая. И человек очень боялся, что ее сольют, узнав, кто сольет Анну Калашникову. Дальше пишет. Поэтому 18.00. Раньше нельзя. Вы можете поздравить меня, переведя любую сумму. Денег, пишет Анна Калашникова. Все, кто знает мой номер телефона, можно по телефону или на номер карты Сбербанка. Я знаю, вы меня очень любите. Поддерживайте меня. Вы моя сила, моя опора, моя команда. Поэтому уверенно с радостью меня поздравите. Ну что, начинаем в 18.00. Берите эту практику на заметку. Она очень хорошо работает на активацию денежного потока. Целую вас, дорогие мои, и жду вашей энергии. Вам от меня в знак обмена энергии вы можете написать определенной даме, я не буду называть имя, фамилию, и она скажет, как правильно отмечать свой день рождения. Вы можете написать свою дату, и она вам сделает расчет. Вы знаете, Анна Калашникова это очень спорный человек. Анна Калашникова, лично для меня, это человек не совсем здоровый. Это человек, который положил все, вот все, что мог, все свои силы, свои жизненные силы на то, чтобы стать звездой. Она записала несколько песен, которые полностью провалились. Она пытается быть везде, вот на каждом светском раунте пытается быть Анна Калашникова. И как же печально мне смотреть, что в итоге, когда у тебя появляется доступ в закрытый чат, где сидят серьезные тетки, ты начинаешь им ведать интересные мысли, как активизировать денежный поток в ее, в собственный, да, в день рождения. Напишите мне, переведите мне деньги, а я вам взамен этого обмен энергии, и у вас откроется денежный поток. Господи, боже мой, Ань, смотри, а неужели ты работать не пробовал? Просто работать, да? Я не говорю на завод. Нет. Ну, работать. Или если ты изо всех сил, вот всю свою жизнь, ты стремишься стать звездой, всю свою жизнь, ты изо всех сил пытаешься стать светской персоной, светской львице. И на поверхности, вот если зайти на ее инстаграм, ты видишь, у нее жизнь удалась. Помните, вот в этом самом видео, по этой ссылочке можете пройти и посмотреть, когда она приходила в дом. Мои хорошие подруги, привет, Элина. Элина Воронцова, это известный человек в Москве, известная светская самая настоящая львица. Это шикарная радиодиджей, и человек, которого лично я очень уважаю, потому что человек отдает все. Человек вот просто неимоверно добрый, теплый, и который позволяет подругам типа Анны Калашниковой пришла в ее дом. Можно я, Элина, у тебя сфотографирую? Ребят, пересмотрите то самое видео, когда предаются подруге и друзья только для того, чтобы тебя сфотографировали в чужом доме, чтобы показать, как твоя жизнь изменилась, как у тебя все хорошо, как ты из хамама бегаешь на клубничной грядке. Вы знаете, свих по фазе, ну вот правильно, сдвиг такой серьезненький, да, у тебя ничего не получается. Но на какой-то момент можно остановиться и принять тот самый факт, что если ты не в состоянии стать поп-звездой, если тебе то, что ты тем, чем ты занимаешься, не приносит никакого дохода, ну неужели тебе сама жизнь не говорит, Аня, пожалуйста, остановись, займись чем-нибудь другим, вот там, возможно, ты засверкаешь звездой. Здесь у тебя не получается. Нет, Аня Калашникова у нас, значит, бегает по этим самым частным, закрытым пабликам, где общаются серьезные тетки, и Аня Калашникова говорит, ребятушки, помогите с деньгами, подайте, ради бога, а я вам активизирую денежный поток. Да свой поток активизирую, Аня! Ну что ж, такая-то стыдуха-то, блин! Я надеюсь, когда хоть раз придет какая-то пташка и скажет, а вот Аня Калашникова получила медаль. Я скажу, за что? А вот за то! А я скажу, Ань, ну вот, наконец-то праздник на твоей улице. Нет? Дайте мне деньги, чтобы активизировать ваш поток. Ань, свой активизируй, а вот тогда, может, люди пойдут за тобой, правильно? Ну, блин, что за сапожники без сапог? Анна Нетребко, значит, поздравила своих, вернее, Россию, да, в День России. Она публикует вот эту страшную фотку, где она сидит перед целым корытом Хрючево и пишет, сегодня много праздников в один день. Fish or chicken with wine, of course. Значит, рыбка или курочка и вино, само собой разумеющееся. Много праздников в один день. Ань, а говорим про много праздников в один день по той причине, что если ты скажешь, поздравляю с Днем России, все твои туры по Италии, Германии, Испании и Словении накроются медным тазом, так получается, да? Попрут у тебя обратно сейчас из всех ласкал, филармонии и мировых театров, если ты поздравишь свою родину с Днем России. В этот день много праздников. Так уточни, какие праздники. Почему ты не написала в этот день я поздравляю свою родину с Днем России? Нет. Вот они, патриоты. Ребят, ну вот он, патриотизм, от которого мурашки бегают, потому что ты понимаешь, что это полнейший абсурд, беспредел, и ты понимаешь лицемерие этих людей. Да? Вот по книжке я огромный патриот России, я обожаю Россию, я тельняшку рву за Россию. В Россию я не хочу, в России я жить не буду. Не-не-не-не-не-не-не. Я вот Австрия, там Швейцария, Италия, театры мировые и все. А Россию я искренне люблю. И в День России я поздравлю всех со всеми праздниками, которые происходят в этот день. У всех, у кого день рождения, в этот день я тоже всех поздравляю. Сейчас я заглотну эту самую рыбку и поеду куда-нибудь в Ласкало петь. А вот поздравить Россию с Днем России мы не можем. Вот они все, дорогие мои сплетники, патриоты, да? Вы знаете, вот что мне кажется, вот искренне мне кажется, что самые настоящие патриоты России это те, у которых ничего нет, которые никогда не были за границей, которые никогда не летали на самолетах, у которых никогда не было доступа к той же Заре. Вы понимаете, вот это самые настоящие патриоты. Вот они искренне верят в своего лидера, они верят в правоту, вещаемую на федеральных каналах, они верят во все вот это вот. И вот они самые настоящие патриоты. А как только ты создал хоть какой-то багажик, да, сразу за границу, люблю Россию, но в Россию я точно не приеду. Вот такая вот вам интересненькая информация, дорогие мои. Господи, Дана Борисова, вы только представьте, Дана, прости господи, Борисова оскорбила актрису Марию Голубкину. Она очень нелестно высказалась по поводу внешности актрисы. Цитата. Голубкина встречала на мероприятиях и на тусовках. Запустеха какая-то, как будто ей наплевать, как она выглядит. И целлюлит, и все на свете, одежда всегда помятая, макияжа никогда нет, голова не мытая, так высказалась Дана Борисова. Дан, я ненавижу вот два выражения, да, ты завидуешь и на себя посмотри. То есть, по идее, люди, которые завидуют, и люди, у которых, ну вот, с внешностью проблемы, вроде как они не имеют права высказывать такого толка критику в отношении каких-то актрис, в отношении каких-то, не знаю, там, публичных людей. Вроде как они не имеют права. Но по факту, Дана, ты не просто человек, ты публичный человек, ты запойный алкоголик, ты сидящая. Я не знаю, слезла ли ты сейчас, да, вот ты на себя сейчас завалила на свои хрупкие плечки, вот это вот правдолюба, человека-трезвенника, да, и ты бегаешь со своими проблемами, вывела из минусов в плюс, да, перевела вот эту вот ситуацию, и теперь ты самый огромный трезвенник, да, и ты вот направо и налево лезешь всем в одно место без мыла, осуждая их за то, что они не могут следить. Да, ты как алкоголик, ты должна понимать, во-первых, это очень сложно, вылечиться от этой болезни, очень сложно стать трезвенником, и не мне тебе это говорить. Я не знаю, слышите вы вертолет, не слышите, ну, через вертолеты слышите. И когда Дана Борисова с ее внешностью, с ее, знаете, вот человек сделал все в своих силах, чтобы выглядеть сейчас, как Дана Борисова сегодня, она сделала все в своих силах, и сейчас она шикарно выглядящую актрису, что-то там начинает поносить, да, ну вот, ну, не твоя, как это называется, не с твоим свиным рылом в этот калашный ряд лезть. Тиньков высказался интересную мысль по поводу, отъезжать или нет из России. Уезжать или нет из диктаторской России, если тебе до 30 лет, да, если у тебя профессия, которая востребована в мире, да, в остальных случаях нужно думать, у меня нет морального права осуждать тех, кто остается. Я нонконформист и сам уехал в Сан-Франциско в 91-м году, в 93-м году, и затем второй раз в 99-м, дурак вернулся, больше таких ошибок не будет, иммиграция это не страшно, приезжаешь быстро, всяк, лучше жить в свободной стране, даже не понимая, все, чем прислушиваться, не подъехала ли машина ФСБ к подъезду, посвящать ребенка в пионеры, или видеть, как он стоит в форме Z в школе. Вы знаете, я абсолютно согласен, когда ты начинаешь общаться с россиянами, у нас все равно 48% на этом канале, это зрители из России, у нас русскоязычная, огромная комьюнити по всему миру, ну вот из России нас смотрят 48%, привет, дорогие мои, россияне. И когда мы выложили, мой редактор выложил этот самый пост в мой телеграм-канал, обязательно, кстати, подписывайтесь отдельными сплетнического искусства, да, там папочку сплетников иногда несет, но я никогда не говорю, что я святой. Я человек на эмоциях. Так, ладно, не обо мне речь. И люди сразу пишут, хотела бы уехать, но боюсь, хотела бы уехать, но мне за 30, хотела бы уехать, но нет затребованной профессии за границей. Вы знаете, ребят, это, конечно, все понятно, но также должно быть понятно абсолютно всем, что то, что сейчас происходит в России, изоляция, ну то, что изоляция, здесь мы не говорим с минусом или с плюсом, это факт, да, то есть Россия изолируется от окружающего мира, мир изолируется от России, и получается вот этот вот железный занавес, который он опускается и опускается, и сказать, днем все больше и больше. Слушай, у меня два вопроса к вам. Когда закончится война в Украине? Снимут ли санкции? Вот здесь у меня огромный вопрос. У меня, блин, у меня огромный вопрос, снимут ли те самые санкции? И откроется ли Россия? Понимаете, мир никогда не будет прежним. И второе, смотря во что сейчас превращается Россия, многие говорят, вот не будет главаря, все закончится. Да нет, нет, это же не просто один человек, там целая система повязанных, и каждый из которых этих повязанных, он получает свою прибыль. То есть, если трезво глядеть на эту ситуацию, в этом поколении, ну ничего не изменится, а жить-то нам сейчас. Вот сегодня наша жизнь проходит, наша жизнь происходит вот прямо в эту секунду. Ждать каких-то изменений, вы знаете, выйдя на улицу куда-то, вы ничего не измените, вы только себе заработаете срок. Это стопроцентный факт. И поэтому ожидать ли каких-то изменений, я не думаю. В этом поколении точно этого не будет. И поэтому мне кажется, неважно, 30 вам лет, 40 лет или 50 лет, я знаю огромное количество людей, которые уезжали и находятся на пенсии, и устраивали, смогли устроить себе жизнь в Европе, в Америке, в Азии. Вы знаете, глазки боятся, ручки делают. Это вот мое личное мото. И вы знаете, что самое интересное? Мне говорят, ты постоянно мечешься, ты постоянно прыгаешь с стороны в страну. Я повторяюсь и всегда буду повторять. Это была моя мечта по году, по два, по три, жить в разных странах, смотреть разную культуру, общаться с разными интересными людьми, пробовать другую кухню, смотреть на другие супермаркеты. Я это обожаю. И вы знаете, когда мне говорят, господи, Антон, опять переезд, это же как пожар, это же так страшно, это же так уж... Ребят, на автомате, когда у вас пятый или шестой переезд, на автомате, отработанная машина, ничего не страшно. Сели, погнали. Это я переезжаю грузовиками, а для людей это нормальных. Не нужны им ни жирафы, ни обезьяны, ни зайцы, ни медведи. У них два чемодана с не совсем необходимым. Сели, погнали на встречу своей мечте. И вот мне интересно послушать, многие ли из вас хотят уехать, и не говорите мне, что вот я дождусь лучшей жизни. Да может, лучшая жизнь она и будет, то она никогда не будет прежней. Это раз. Авторах, если вы хотите, но боитесь, не бойтесь, ну не бойтесь. Ваша жизнь и вам ее сейчас жить. Вперед, дорогие мои, ничего не бойтесь. Оль Бузова, блин. Ох, боже, котомой. Надежда Ангарская. Значит, эксклюзивная одежда, женская одежда. Я понимаю, Надь, что ты... Да, Надежда тоже смотрит иногда, комментирует, но она тоже не подписывается в Инстаграм. Надь, я понимаю, ты плюс сайз женщина. Я понимаю, что ты тоже хочешь заработать, да. И вот большие размеры, 46-58 размер. Актриса, певица, телеведущая, все-все-все. Во-первых, я давно ничего не слышал о Надежде Ангарской. Не знаю, где она сейчас и чем она занимается. Камеди Уумен-то их давно уже нет. На что живет Надя Ангарская? Я не знаю, может, какие-то концерты свои пилит. Эксклюзивная одежда, женская одежда. Я понимаю, что вот, помните, мы говорили не так давно про Дивна. Это Маша, блин, из журнала Vogue Федорова. Она создала халат, страшнейший халат. Обсуждали мы это вот в этом замечательное видео. По этой ссылочке можете пройти, кто пропустил. И, значит, она создала ужасные халаты в ретро-стиле, которые выглядят абсолютно безобразно. С моей субъективной точки зрения, она однозначно вкусовщина. Может, кому-то это прямо платье на выход ужасно. И, дорогие мои, ты смотришь, и вот печаль смотреть особенно вот на такую же ерунду от Надежды Ангарской. Значит, что у нас здесь? Турецкие ткани, посадка какая-то 58-го размера. Надь, я понимаю, хочешь заработать. Я понимаю, вы вложились в производство этой одежды. Но неужели нельзя для плюс-сайз женщин сделать красивую одежду? Неужели нельзя из вот плюс-сайз женщин... Вы можете перестать делать из них бабок? Вы можете перестать делать из них скучных теток? Вот ты смотришь на одежду. Ребят, может быть, одежда практичная. Может быть, это тот идеальный бейсик, которого вам не хватает в вашей жизни. Но неужели нельзя сделать, постараться заморочиться? Потому что плюс-сайз женщины тоже хотят выглядеть красиво. Они хотят выглядеть привлекательно. Они хотят выглядеть сексапильно. Хватит из них делать непонятных теток с непонятными джинсами-трубами. Рогов, Рогов, ну прокомментируй ты одежду Ангарской. Ну, Рогов, ты, блин, здесь нужен как никогда. Вы только посмотрите на этот беспредел. Вы знаете, для меня всегда было замечательное мнение об Анкисе Чеховой, когда она вела свое шоу. Была пышная, грудастая, ретро-стиль, восхитительный вырез. Я понимаю, может быть, эти вырезы не для каждого. Но можно женщину в плюс-сайзе одеть в роскошную одежду, чтобы она не выглядела вот такой вот непонятной теткой. Ангарская, садись в два Рогов. Мне ты нужен. Нужен твой комментарий. Но это беспредел. Интересно послушать ваш мнение. Кто из вас в плюс-сайзе? Да все мы здесь, блин, не это, не звонкие и тонкие. Девчонки, ну одели бы такую, такую бабкину ерунду. Еще эти, блин, туфли какие-то, блин, какие-то, черт возьми. Я понимаю, ноги опухают. Я понимаю, тяжело ходить. Ну, можно ж красиво, блин. Без комментариев. Давайте пообщаемся, дорогие мои, в комментариях. Очень интересно послушать ваше мнение. Все вы знаете, что сплетники это борцы за права бездомных животных. Это адвокаты животных в принципе. Это адвокаты братьев наших меньших. Ребят, повторяюсь, кормите животных, усыновляйте, ходите в приюты, занимайтесь волонтерской работой. Потому что это то, что вам ничего может не стоить. Но это неимоверно поможет людям, которые помогают братьям, нашим меньшим и самим животным, которые нас любят, которые на нас смотрят влюбленными глазами. Ребятушки, пожалуйста, продолжайте нести светлую идею. Это замечательная инициатива нашего сплетнического комьюнити, что мы сплетники, это защитники животных. Я вас обожаю всех, родные мои, за то, что доказываете каждый божий день, что мы сплетники умеем не только сплетничать, но и любить. Вот и все сплетни, вот и все новости на сегодня. Спасибо огромное всем, кто посмотрел. Спасибо всем за внимание. Огромное спасибо всем, кто заценил нашу королевскую утку и влепил этому видео королевский лайк. Ребят, огромное спасибо, что подписываетесь. У нас самое интересное сообщество в русскоязычном блогинге. Интереснее нас нету никого. Это не мое субъективное мнение, это просто факт, с которым всему миру приходится жить. Подписывайтесь, становитесь сплетником. Огромное благодарное всем спонсорам канала. Огромное благодарное всем, кто шлет нам донаты через Суперспасибо. Ребят, вы огонь! И благодаря вашей помощи видео на этом канале выходят каждый божий день. Спасибо всем за внимание, любимые мои сплетники. Увидимся обязательно завтра. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok